Из Библии можно выдернуть слова о том, что нет Бога. Там действительно так написано. Именно эти два слова и в такой последовательности можно выдернуть из контекста. И это главный боевой элемент как информационных войн, так и медиа-хаоса. Фрагменты истины подать как правду, и аудитория в такую правду поверит. Товарищи эфиры! Александр Лукашенко во вторник своих силовиков и доверенных информационных медиа-экспертов попросил попробовать не только понять, в чем суть развязки истории с походом ЧВК Вагнера на Москву, но и прочувствовать. Потому что некоторые, а то и многие, журналисты и блогеры сразу после сообщения о переговорах Лукашенко и Пригожина взялись выгодно себе объяснять, что делал президент Беларуси, для чего, для кого, зачем и что будет дальше. В Минске, впрочем, были уверены, что глава государства подробно все разложит. И главное, президент Беларуси решал не чужую проблему. У этого есть причина логическая. Если рухнет Россия, под обломками будем все мы. Есть причина стратегическая. Это центр нашей цивилизации. Как бы нам не хотелось, как бы мы щеки не надували, что мы вот такие, всякие. Да, мы такие, мы особенные, мы независимые, но это общая наша цивилизация. Почему мы должны спокойно смотреть, как нас должны сломать. И есть причина идеологическая, хотя скорее дружеская и братская. Это наш союзник. И мы подло себя вести не можем. Далее глава государства спокойно вынудил всех именно прочувствовать, какую проблему на самом деле решали сообща Лукашенко и Путин. А по-хорошему, и, как ни странно, Пригожин, Шойгу и Герасимов тоже. Ведь проблема локальная угрожала государственности общего для всех отечества. Нужен триггер. Нужен вот этот спусковой крючок. И он появился. Моя позиция еще заключалась в том, чтобы не было вот этого кровавого столкновения. И мы успели буквально за полчаса до этого. И смута эта была бы вполне предметной и военно-агрессивной. Александр Лукашенко говорил, что не бывает цветных революций там, где государство своими ошибками почву для этих революций не создает. Марш ЧВК и был такой ошибкой. Тут же началась подготовка, пусть и на словах, нападения на Беларусь. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы. Хотя, куда хуже, те, кто попытался бы и уже начал пытаться подтолкнуть союзное государство к хаосу изнутри, ударив спину. В России в обществе под плинтусом сидит очень много. И уже, знаете, в Москве, сейчас это известно, уже некоторые клопы эти и перкашки повылазили из-под плинтуса. Естественно, по цепи активизировалась и перспектива массированного давления от коллективного Запада. Одни, которые против своей родины, начали кричать о том, что открылось окно возможности для на свою родину нападения. Активизировались зарубежные беглые российские. Помните эти Ходорковские, Касьяновы? Ну а наши? Ну что вы? Моменты. Другие, кто не только говорит о нападении, но обладает для этого армией и оружием, начали экстренную подготовку, как на Украине, так и везде. Но самое страшное для нас, если бы пошла эта смута, на Западе мы мгновенно бы этим воспользовались. И раз лязгать гусеницами на Западе начали гораздо предметнее, то восточнее от Польши в Беларуси главнокомандующий решал не проблему Москвы, как и не проблему Минска. Проблема была общей. Я никогда не просил своего посредника. Я вообще не приемлю посредничество. Я ненавижу его. Потому что сколько я работаю президентом, нас все душат, душат, санкциями там, еще чем-то пытаясь наклонить. А в это время они же с другой стороны заходят, мы готовы быть посредниками. 25 лет назад я возненавидел это посредничество. Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент Путин. Потому что это наше отечество. Еще раз повторяю. Решением этой проблемы стало согласие Пригожина отдать приказ ЧВК развернуться. Все остальное, где Вагнеры сейчас, где будут потом и чем займутся, что с кем будет, это вторично, хотя и важно. Но сделать шаг назад от катастрофы у отечества получилось. Вывод – это была бы война на два фронта. Это не Пригожин. Пригожин – спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России, и это был бы открыт второй фронт. В это время, кстати, бойцы Первого фронта, которые на Украине, продолжали вести свою войну, прекрасно понимая, что фронт политический, им может очень сильно жизнь усложнить. Это мягко говоря. Пожалуй, во всей этой ситуации героями, как и раньше, можно без ограничений называть именно военных, кто там выполнял поставленную задачу по защите Родины без изменений и колебаний. А в решении вопроса со смутой, говорит Александр Лукашенко, ничего героического нет. Ни Путин, ни Лукашенко, ни герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали значение этому. И хотя на вопрос «Кто виноват?» было публично модно искать ответ до марша ЧВК, во время и после, вплоть до сегодня и завтра, главное, говорит президент, определиться с ответом на вопрос «Что делать?». Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать. И остыть не значит забыть, простить или сделать вид, что этого не было. Проблемы, которые привели к маршу ЧВК на Москву, нужно решать. Вместе с новыми проблемами, которые создались после марша. Все усложнилось. Будьте готовы. Это слова главы государства всем в зале, но скорее силовикам. У нас очень непростые времена. Давайте будем исходить из того, что это только начало. Давайте будем исходить из худшего. Увидев это, западники, они тоже сделают определенные выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно действительно единство нашего общества. Хотя люди в погонах, стоит признать, в истории с маршем вели себя достойно, занимаясь делом, а не словоблудием. Пока интернет-сообщество требовало и ждало слов. В отсутствие он их, хотя и наличие их на объем ангажированной интернет-аналитики не повлияло бы, высказались и высказываются все. Хотя правильнее было бы помолчать и послушать умных и знающих людей. Для должностных лиц и Беларуси, и России появляется какая-то ревность. А вот там мы не смогли, Лукашенко и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Это к хорошему не приведет. Поэтому я хотел бы обратиться к средствам массовой информации отдельным. И политологи, и блогеры, которые начинают сталкивать меня с Путиным. Еще раз говорю, никакого героизма. Ни я, ни Путин в этом не видим. Не надо нас сталкивать. Мы делали все, что должны были сделать. Мы делали и делаем свою работу. И в конце прямо и без веляний. Россия большая, свобода слова там приличная. Так что по истории с Вагнером писали и о том, что, мол, это якобы так Александр Григорьевич набирает политические очки союзного масштаба. Так писали за или против Лукашенко, за или против Путина, за или против Пригожина, за или против Шойгу, за или против Логики. Или просто писали без нее, лишь бы просмотров набрать. Для них, пожалуй, самый жесткий, по сути, фрагмент глубокой и спокойной речи президента. Никаких амбиций, о которых говорят. Мы, я и Путин, поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций. Но пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции. По итогу, одними много сказано, другими много сделано, третьими, слава богу, сделано не так много, как могло бы. Но всем нужно будет сделать выводы и на основе их браться за решение проблем. А поговорить это как-нибудь потом. Игорь Тур, Контры.